В 2019 году в самой отдаленной точке нашего муниципалитета наметилась тенденция увеличения доходов. Бюджет поселения составил 60 миллионов рублей. Плюс удалось сформировать переходящий остаток на текущий год в размере 21 миллиона рублей. Основной статьей расходов поселения является благоустройство. И в 2019 году она составила чуть менее 18 миллионов рублей. Из них почти 5 миллионов было израсходовано на содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения. 8 миллионов на содержание и ремонт малых архитектурных форм, включая детские площадки. 3,8 миллиона рублей – это содержание и ремонт проездов и пешеходных связей. Кроме того, были заменены скамейки и урны на бульваре, а в сквере произведен ремонт уличного освещения. Большим подарком юным володарцам стала новая детская площадка, установленная по губернаторской программе. Завершен проект развития застроенных территорий и введен в эксплуатацию последний предусмотренный договором дом. Благодаря этому поселение получило в собственность нежилые помещения площадью 730 квадратных метров, где планируется разместить почтовое отделение, МФЦ, кабинет врача общей практики, опорный пункт полиции. Но на этом сотрудничество с застройщиками не прекратится. Стройки, это же все-таки происходит и улучшение инфраструктуры, это дороги, это некое благоустройство, это детские площадки. А в рамках проектов есть нагрузка на застройщиков, которая позволяет реализовывать все то, о чем говорила Александра Владимировна и директор школы. Что школа искусств может лечь на плечи кого-либо, кто будет реализовывать какие-то программы дальнейшие на территории поселка Володарского. Отсутствие своего здания у школы искусств – один из давних и острых вопросов поселения. Но здесь существует и ряд других проблем, которые требуют каждодневной плодотворной работы. Это и дорога, которая нас беспокоит всех, это и работа транспорта на этой дороге, это и дома, о которых Александр Владимирович говорил, в которых нет горячей воды. Это, конечно, и свалка, о которой мы знаем, но я сразу должен ответить, что свалка, она на территории Раменского района. Вы согласитесь, что мы не в компетенции. Мы со своей стороны пишем обращения и в главе Раменского городского округа, и в прокуратуру, и непосредственно в область. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства и местных жителей. Каждый желающий мог задать свой наболевший вопрос и тут же получить ответ. На встрече прозвучало немало обращений по транспорту и дорогам. Она уже не устраивает дорогу, она не справляется. Ситуацию прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского района Анна Карпова. Разработаны проекты реконструкции Каширского шоссе, проекты реконструкции Володарского шоссе. По проекту реконструкции Каширского шоссе даже уже определено финансирование. Проект реконструкции предусматривает устройство без светофорных развязок на пресечении с Володарским шоссе, с Белокаменным шоссе, с Зеленым и деревни Калиновка на этом участке. Но в связи с попаданием частных земельных участков в границы реконструируемого объекта, в настоящее время областью проводится процедура по изъятию земельных участков. Завершилось собрание торжественным вручением наград наиболее отличившимся в прошлом году володарцам. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИНЭТВ.